Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Шмени. В ней излагаются события восьмого дня от начала подготовки Коганим к выполнению их работы в храме. Как вы знаете, в этот день Агарон и его сыновья первые приступили к служению в храме. Это произошло первого Ниссана на второй год после выхода нашего народа из Египта в 2449 году от сотворения мира. Агарон принял все требуемые законом жертвы и благословил народ, но не зажег огня на жертвеннике. Огонь! Наш жертвенник спустился с неба, свидетельствуя о том, что в храме присутствует шхина Всевышнего. Об этом рассказывает первая часть главы. При открытии храма произошло трагическое событие. Погибли два сына Агарона, Надав и Авиху. Не спросив у Машера Бейну, они внесли на жертвенник зажженный ими огонь с воскурением. Это была серьезная ошибка, и Бог немедленно покарал их смертью. Всевышний запретил Аарону и оставшимся его сыновьям проявлять скорбь внешне, чтобы не омрачать радость открытия храма, и приказал им не прерывать службу. Этот эпизод описан во второй части главы, третья часть. Ее посвящена законам о каширной пище. Надо сразу же отметить, дорогие друзья, что во всяком поколении, в каждой эпохе, есть вещи, которые обычные люди принимают как само собой, разумеется. К примеру, поколением Рамбама, как откровение, воспринималось содержание философских трудов. В нашем поколении, дорогие друзья, сочинения философов, кажется, перестали производить особое впечатление даже на них самих. Наше поколение, дорогие друзья, это поколение психологии. Мы считаем, что психологические объяснения ухватывают самую суть явлений. И поэтому в наше время запрет на свинину, например, уже не пытаются объяснить свиным, так сказать, цепням, подающим в кишечник и тому подобными недугами. Сегодня модно каждую заповедь Торы объяснять с точки зрения духовности и ее благотворительного влияния на внешний мир. Поэтому тот, кто думает, что великая Тора дана лишь для того, чтобы человек смог достичь духовного комфорта, счастья и семейной жизни, всеобщей благожелательности или успеха в карьере, крайне сужает ее значение. Например, в нашей недельной главе Шмени рассказывается о споре между Моше и Агароном, который возник на восьмой день освящения Мишкана, после того, как погибли на Дафь и Авиху, сыновья Агарона. Несмотря на траур, служба в Мишкане продолжалась, а Аарон и оставшиеся его сыновья совершали жертвоприношение. Среди жертв были одноразовые особые жертвы, которые по велению Всевышнего приносили только во время освящения Мишкана, и постоянные жертвы, предписанные для совершения во всех поколениях. Возникает вопрос, к какой категории относится грехоочистительная жертва новомесячи Рошхойдыша? «Законное жертвоприношение требует, дорогие друзья, чтобы Когены съедали ее мясо во дворе Скини. Но в этот день Когены были в трауре по умершим родственникам, и поэтому они сожгли жертвенное животное и не ели его мясо». Услышав об этом, Машерабену рассердился на сыновей Агарона, почему вы не съели мясо жертвы Хатат в святом месте? Перед этим Машерабен приказал Коинам по повелению Господа есть из жертвы Минха после обеденного жертвоприношения, даже несмотря на то, чтобы были в трауре. Поэтому он ожидал, что мясо Хатат они тоже съедят, а не сожгут. Агарон ответил, «Машерабен, ведь сегодня принесли свою очистительную жертву и свое всесожжение перед Господом, и постигло меня такое». «Если бы ел я очистительную жертву сегодня, было бы это угодным Господу» в Айкра 10.20. Тем самым Аарон хотел напомнить, что по указанию Всевышнего по поводу жертвы Минха, которая относится к Котшей Шаа, не распространяется на искупительную жертву Рошхойдыш, относящуюся к разряду Котшей Дарот. «Поэтому в такой ситуации, в период между смертью и погребением близкого родственника, не следовало есть мясо Хатат». Тура резюмирует «и услышал Маше, и было это угодным в его глазах». То есть разногласия между Маше и Аароном были обусловлены их различием между собой. Медраж говорит, «Милосердие – это Аарон, а истина – это Маше. Суть служения Аарона – приближать людей к Торе и к Творцу. Но для того, чтобы во всей полноте реализовалось свое предназначение, он должен был сам пройти этот путь, обрести собственные ошибки, отдалиться от Творца, а затем, а только затем вернуться к Нему. В этом и заключается смысл слов Маше – «приблизься к Творцу, ибо ты провинился, но для этого ты и избран». Все, что произошло с тобой в плане Всевышнего, ты и приближенный, и избранный. Как обычно, дополнительные смысловые оттенки мы находим в морфологическом разборе слов в тексте оригинала. В нашей цитате Маше говорит Аарону, «Приблизься» на иврите – это «крав», слово, имеющее тот же корень, что и слово «корбан» – «приношение». А приношение помогает людям исправить допущенные ими ошибки и приблизиться к Творцу, дорогие друзья. Аарон, избранный праведник, сам становится в некотором смысле корбаном – приношением, теряя высоту своего изначального положения, а позднее и двух сыновей – ради приближения народа к Творцу. Об этом и говорят наши мудрецы в Мидраше, несмотря на личные страдания, счастлив тот, кто избран и приближен. Другими словами, Маше спустил божественный свет сверху вниз. Маше сделал так, что высшая святость опустится в этот мир и будет пребывать в нем Тора. Была дарована народу через Маше. Маше спустил Тору с небес и передал ее народу. Аарон же поднимает все снизу вверх. Аарон был тем, кто зажигает минору, семисвечник в мешкане, поднимает, так сказать, свечи. Аарон приближает народ к Богу, к божественности, поднимает народ снизу вверх, извиняюсь, любит все творения и приближает их к Торе. Всевышний спускает свою святость сверху вниз, для того, чтобы его создания снизу вверх духовно очистились и поднялись. Так было при даровании Тора. Всевышний спустился на гору Синай. И это было при людии, так сказать, к поднятию снизу вверх, к поднятию Маше на гору Синай. И сказал он, Маше, поднимись. Спускание вниз является наиполнейшим тогда, когда внизу происходит подъем. Этого нам всем и желаю. Браха вас лоха. Много сил. Мир во всем мире. Поднимайтесь наверх. Шалом ваш Равин. Ха-па-па-па. Субтитры создавал DimaTorzok